здравствуйте дорогие друзья в одном из прошлых фильмов который называется красивая заводская труба и подземный ход я рассказывал про промышленный объект в городе пласк тульской области это действительно очень красивое капитальное сооружение несмотря на свое текущее состояние и предназначалась она для промышленных целей тогда мы разобрали что вокруг трубы это не подземные ходы а всего лишь брова но они бы стали подземными ходами а труба бы точно превратилась в рожевую башню если бы этот завод не эксплуатировался еще в советское время и тут я должен перед вами извиниться я искренне считал что таких труб осталось буквально единицы однако в комментариях вы написали много координат и мне на почту пришло немыслимое количество фотографий похожих красивых труб которые также находились на действующих советское время объектах или в музейных комплексах почему я решил вернуться к этому вопросу да все очень просто в комментариях под тем фильмом про трубу в пласке до сих пор появляются комментарии что промышленные сооружения не буду делать красивыми типа это никому не нужно что украшались только жилые или культовые здания если это сооружение такое красивое и жилым она являться не может значит это объект религиозного культа и некоторые даже пытались ранее и пытаются до сих пор это доказать однако весь секрет в том что если человека в чем-то убедить то его также можно убедить и в обратном и самое ценное как раз заключается в том что человек все должен понять сам своим умом именно поэтому я никогда не пытался никого ни в чем убедить или кому-то что-то доказать не буду пытаться и сегодня я лишь покажу вам фотографии подобных объектов в других регионах а вы сами решите что это такое к некоторым таким трубам я сам ездил лично и поездка это состоялась благодаря спонсорской поддержки игры raid shadow legends игра совершенно нового уровня качественная проработка графики игры raid shadow legends перенесет вас в мир реалистичного брутального и эпичного темного фэнтези не каждая rpg игра может этим похвастать вы можете выбрать различные варианты игры например битва в режиме подземелья здесь вы можете сражаться против десяти различных боссов и выиграть новые артефакты чтобы сделать ваших чемпионов еще сильнее или режим битвы на арене здесь вы можете проверить свои силы против других игроков и добыть себе славу теперь в игре доступен долгожданный боевой пропуск первый сезон уже запущен выполняя ежедневные и еженедельные задания вы можете выиграть потрясающие награды включая бесплатный запас энергии рубины улучшенные наборы артефактов а также новых эпических и легендарных чемпионов скажу по секрету что вы можете играть в рейд как на мобильнике так и на пк и в том и в другом случае игра абсолютно бесплатная и сюжет полностью взаимосвязан обращая ваше внимание рейд проводит специальный конкурс среди новичков что скачают игру по моим ссылкам в описании в период до 30 марта рейд разыгрывает 6 iphone 11 среди случайно выбранных участников а также проведет розыгрыш специальных призов среди самых прокачанных новичков занявший первое и второе место награждаются потрясающими игровыми пк а за третий дается новенький макбук чтобы стать участником конкурса не забудьте подключить свой аккаунт к фейсбук или плариум айди все дополнительные подробности о конкурсе вы найдете на сайте конкурса по ссылке в описании так чего же вы ждете прямо сейчас переходите в описании под видео качайте рейд только по моим ссылкам и получите 50 тысяч серебряных монет а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков давайте посмотрим самые различные вытяжные и дымовые трубы и здания заводов и фабрик в различных регионах и даже за границей если хотите то конечно можете написать комментариях о том что эти заводы основаны в конце 19 начале 20 века но тут нужно понимать что вопрос не в том когда они построены а в том что промышленные сооружения все же делались красивыми да и сама дата так называемой постройки в кавычках вполне может быть просто датой капитального ремонта или реконструкции а планы постройки и чертежи вполне могут быть составлены по факту задним числом я лично с такими фактами сталкивался много раз мельница гергарта после великой отечественной войны это здание оставлено в таком виде как оно было при обороне сталинграда и сейчас является частью музейного комплекса даже на местном сайте написано что если бы волга была морем то мельница была бы фортом или крепостью обратите внимание на стяжки практически в каждом фильме про старинные здания я обращаю на них ваше внимание поэтому вы наверняка помните где мы уже видели такие же особо хочу отметить отсутствие следов сажи и копоти внутри трубы если кто не понял при чем тут сажи то предлагаю посмотреть фильм про тульский кремль этот вопрос поднимается именно там дымовые трубы для паровых котлов и других больших систем отопления следует возводить возможно тщательнее чтобы при их весьма малом поперечном сечении по отношению к большой высоте придать им необходимое сопротивление внутри действию высоких температур а снаружи влиянию ветра при этом качество кладки и правильность всех линий поражают даже сегодня даже официально башня обозрения в гомеле это вытяжная труба бывшего сахарного завода крепкое сооружение имеет изящный и эстетичный вид глупо было бы просто взять его и сломать вот и приспособили подсмотровую башню керамический завод в городе киров калужской область не путать с городом кировом который административный центр кировской области еще одна труба находится в москве на улице дубининская дом 57 строение 1 и здесь же такое вот абсурдное совмещение евроремонта и сохранение исторических ценностей убрать верхнюю часть трубы с пьедестала на место поставить купол с крестом и чем не часовня возможно совпадение но ориентация на гренландию и опять же помимо трубы здесь все старинные здания выполнены с узорами сами здания не брошены а территория охраняется довольно необычное место для окна не находите видимо поэтому его и заложили здесь примечательны башенки и готический стиль здания завода не иначе тоже итальянские мастера старались прошу прощения что фотографии такого качества подписчик оказался там случайно и сфотографировал на телефон однако эту трубу и на яндекс-картах прекрасно видно сейчас ее используют как вышку сотовой связи также подписчик прислал фото подземного хода к этой трубе а это не что иное как те самые барова водокачка в муроме с этой водокачкой много странностей но нас с вами сейчас интересует квадратная вытяжная труба грани которой имеют стяжки по высоте внизу трубы на фото слева мы видим арочный вход в неё который уже засыпан строительным мусором здание пивзавода на канале уже был обзор двух красивых зданий которые согласно официальной истории были связаны с производством алкоголя эти промышленные объекты мы посетили во время экспедиции 2019 года в рязанскую область про них есть подробные фильмы на канале кто не видел ссылки в описании а фото их я покажу далее а здесь же мы также видим старинные красивые здания где по официальной информации производили алкогольную продукцию и само собой есть красивая вытяжная труба железнодорожная станция в пензенской области в советское время здесь был железнодорожный вокзал очень хорошо сохранилась красивая вытяжная труба которая явно не советского периода постройки а также старинные здания из красного кирпича с арочными окнами украшенные орнаментом все эти здания официально называются казенный винный склад в ряжске именно про них я говорил когда мы смотрели пивзавод в омске несмотря на похожий стиль каждое здание это произведение искусства это здание официально называется винокуренный завод качкова поселке полевой шиловского района рязанской области его и комплекс зданий в ряжске мы посетили во время сентябрьской экспедиции 2019 года ссылки на подробный фильм по этим зданием в описании ввиду сильного эрозионного разрушения орнамент внизу трубы только угадывается однако эта труба точно не советского периода и фильме про этот завод объясняется почему мы так решили фотография старая но по ней понятно что труба не советского периода вообще весь комплекс такой же как и в волгограде и опять у нас пивзавод справа от мельницы и снова все здания изящно украшены еще одна мельница уже в саратове также видим красивую трубу конечно это не роскошь дворцов но не сравнить с безликими вытяжными трубами советского периода бывший целлюлозный комбинат в городе с интересным названием завода успенский ныне это вымирающий поселок свердловской области труба и двухэтажное здание завода скорее всего построены одновременно специально интересовались этим вопросом когда они построены точно никто не знает но в 1900 году они уже существовали рядом стоит современная труба 1956 года здание бумажного завода уже разрушена рождественская мануфортура берга в твери обязательно напишите в комментарии что здание 1911 года постройки я уже говорил ранее и скажу снова что сейчас стоит вопрос не о том когда здание построены то о том что промышленные сооружения в прошлом делались красивыми и изящными да и сама дата так называемой постройки вполне может быть просто даты капитального ремонта или реконструкции а планы постройки и чертежи вполне могут быть составлены уже по факту задним числом я лично с такими примерами сталкивался много раз нас интересует восьмигранная труба возле арочного здания из красного кирпича которая украшена орнаментом сожалению пьедестал видно плохо из-за пристройки рядом однако сам факт того что труба восьмигранная уже относит ее до советской эпохи так как советское время все трубы были одинаково круглые и если вы видели одну трубу времен ссср то считай вы видели все еще одна мельница подобной той что расположена в волгограде эта мельница находится в городе харьков съемка 2014 года город карабах челябинской области район улиц ремесленная 1 мая свердлова сам факт настройки еще этажей говорит о прочности стен и хорошем фундаменте ну если конечно это фундамент а не засыпанный этаж да на трубе указано 1897 год вполне возможно что трубу построили в этом году а возможно просто отремонтировали вы знаете мое отношение к таким налепленным датам при этом украшательств на здании кроме межэтажных карнизов нет и труба сравнении со зданием выглядит даже более живописно памятник металлургу мистеру уильяму джессопу в контр-парк англия установлены официально аж в 1854 году и даже по официальным данным этот памятник нечто среднее между маяком и фабричным дымоходом друзья в качестве вывода еще раз хочу заметить что на всех старинных заводских трубах грани ровные четки и все углы наклона одинаковые присутствует сложный орнамент и украшение спрашивается зачем так усложнять работу если можно сделать просто круглую трубу и не париться как я уже говорил тот кто это строил любил свое дело и для этих мастеров не составлял особого труда сделать красиво и на века сегодняшний обзор я включил лишь часть того что вы мне прислали или куда мы сами смогли попасть в реальности подобных объектов тысячи что еще раз подтверждает умение и мастерство наших предков которые не только дома украшали но и обычные заводские цеха и вытяжные трубы делали произведениями искусства и это встречается по всей стране и даже за ее пределами так как для людей того времени строить подобное было вполне естественным делом как дышать воздухом друзья надеюсь вопрос о творческом начале наших предков ни у кого не вызывает сомнения поэтому далее мы переходим к следующим темам которых уже накопилось немало благодарю вас за внимание всего вам доброго до скорых встреч